дорогие друзья я виктор судаков очень рад вас приветствовать на нашей передаче за гранью проповеди здесь мы разбираем вопросы которые так или иначе не попадают в формат воскресного богослужения знаете я хочу быть честен на этих программах не хочу всем понравится понимая что некоторые будут недовольны мной даже будут разочарованы как например после передачи о женщинах или о волосах недавно даже один человек мне написал виктор я восхищаюсь вашей гражданской позиции вы показали себя как думающий человек как человек который не прогибается под большинство но я удивлен вашему отношению к тату понимаете если человек думающий если человек не прогибающийся то это проявляется не только в одной сфере но во всех уж извините если они прогибаюсь несмотря на риски и опасности в своей гражданской позиции то тем более они станут прогибаться в других вопросах чтобы кому-то понравится кому-то угодить там или потерять популярность например мне вообще интересны не сторонники и адепты мне интересны думающие христиане думающие мы можем на какие-то вопросы смотреть по-разному на какие-то тем у нас могут быть разные взгляды но нас объединяет поиск многие верующие они уже знаете ничего не ищут они уже все нашли такое чувство что бог просто у них в кармане и теперь их занимает только одна проблема как бы побольше и получше рассказать другим об этом вот карманном боге они это называют евангелизации а на поверку зачастую оказывается что это верующие совсем не стойкие и поверхностные при этом я знаю немало верующих которые в церквах уже много лет уже ни одно десятилетие и они задаются такими же вопросами как и я при этом часто боятся говорить с другими на эти темы чтобы их не отнесли каким-то непонятным там странным откуда брат у тебя такие мысли и вопросы а не впадаешь ли ты в прелесть понимаете категоричность часто это не признак уверенности а свидетельство зашоренности особенно смешно когда в ереси обвиняют сторонники такой боевой харизматии которых классическое такое фундаментальное христианство самих считает еретиками вообще там такая древняя христианская традиция выискивать друг в друге еретиков хариз мыслить ики для консервативных 50 ников 50 ник еретики для традиционных баптистов баптисты еретики для классических протестантов для литеран реформаторов протестанты все вместе еретики для православных ну а православные но еще и католики вместе с ними это еретики для протестантов так вот круг ереси замыкается для меня же главное чтобы человек был ищущим и думающим и неважно из какой он конфессии потому что быть думающим значит не бояться задавать вопросы не бояться сомневаться не бояться что-то переосмысливать о чем-то размышлять я вообще обратил внимание что главная смелость должна быть не только в действиях сколько в наших мыслях вообще вопрос который сегодня мы будем рассматривать тоже непростой вопрос который мы назвали христианство и реинкарнация мне периодически присылают просьбы высказать мое мнение на эту тему поэтому давайте сегодня об этом и поговорим конечно исследование этой темы выходят за рамки небольшой передачи но мы с вами поговорим об основных моментах реинкарнация от латинского reincarnation означает повторное воплощение эта теория о перевоплощении или переселение душ это верование в то что бессмертная сущность живого существа перевоплощается снова и снова из одного тела в другое эту бессмертную сущность кто-то называет духом кто-то называет душой кто-то называет божественной искрой кто-то высшим я или истинным я взгляды на реинкарнацию бывают разные например буддийское представление о реинкарнации отличается от индуистского представления в других религиях которые принимают учение о реинкарнации тоже свои особенности во взгляде на реинкарнацию причем даже внутри этих религий тоже есть различия какие-то в понимании реинкарнации кто-то верит что реинкарнация бывает только в людей и только у людей кто-то верит что реинкарнация может быть и в животных и даже в растении я думаю многие знают что представление о реинкарнации широко распространено на востоке но она популярна и в других частях земли в свое время оно было очень популярно в древней греции а греция влияла на многие страны средиземноморья в том числе и на иудеи они писали многие древнегреческие мыслители например пифагор об этом писал так вот если какая-то связь между реинкарнации и священным писанием в новом завете есть четыре места на которые чаще всего ссылаются сторонники реинкарнации давайте поговорим об этих четырех местах и вот первое место это слова нашего господа иисуса христа записанные в евангелии от матфея в 11 главе одни и же иоанна крестителя до ныне царство небесное силой берется и употребляющие усилия восхищают его ибо все пророки и закон прорекли до иоанна если хотите принять он есть или я которому должно прийти и вот сторонники реинкарнации утверждают что или я и перевоплотился в иоанне крестителя на эту же тему в этом же евангелие сказано несколькими главами позже это 17 глава евангелия от матфея где 10 стих спросили его ученики его как же книжники говорят что или и надлежит прийти прежде иисус сказал им в ответ правда или я должен прийти прежде и устроить все но говорю вам что или я уже пришел и не узнали его а поступили с ним как хотели так и сын человеческий пострадает от них тогда ученики поняли что он говорил им об иоанне крестители и вот сторонники реинкарнации говорят что иоанн креститель и был перевоплощением знаменитого пророка или и на что противники реинкарнации отвечают в евангелии иоанна конкретно к нему подошли к иоанну крестителю и задали вопрос ты или я на что тот ответил нет то есть это не сам перерожденный или я а как сказано в других местах иоанн креститель пришел в духе и в силе или также противники реинкарнации говорят что или я вообще не мог реинкарнировать поскольку он не умер а был забран живым на небеса сторонники реинкарнации на это отвечает что и он был просто скромным человеком и неважно как он там сам о себе говорил нет или да для нас намного важнее что иисус христос говорит о нем поэтому для кого-то убедительно одно для кого-то убедительно другое но мы пойдем с вами дальше и вот следующее место на которое ссылаются сторонники реинкарнации это рассказ об исцелении слепорожденного и вот в девятой главе евангелие уже от иоанна говорится следующее и проходя увидел человека слепого от рождения ученики его спросили у него рави кто согрешил он или родители его что родился слепым вот из этого вопроса учеников становится понятным что если слепорожденный родился слепым из-за того что либо родители его согрешили либо он сам а как он мог сам согрешить если он уже родился слепым то наверное он согрешил в какой-то предыдущей жизни но на самом деле эта история говорит не столько о том что иисус и ученики верили в реинкарнацию сколько о том что представление о реинкарнации были распространены в то время и важно что иисус не защищал но он и не провергал реинкарнации он просто ответил следующими словами не согрешил не он не родители его но это для того чтобы на нем явились дела божьи то видите это место не говорит о том что иисус учил о реинкарнации но о том что это было популярно в его времена и ученики и он об этом знали хотя конечно немножко удивительно что он не опровергает в то же самое время эти воззрения эти представления распространенность представлений о реинкарнации показано еще в одном отрывке из евангелия от матфея это 16 глава евангелия от матфея где знаменитые слова о церкви так вот до этого иисус спрашивает своих учеников за кого люди почитают меня сына человеческого вот ему отвечают одни за я на крестителя другие за илью а иные за иеремию или за одного из пророков то видите современники христа могли предположить что он мог быть воплощением кого-то из древних пророков эти места конечно же опять не говорят о том что иисус учил о реинкарнации али что подобные воззрения обсуждались в его время точно так же как сегодня они также обсуждается не обязательно в этом верить ведь у идеи и восток был рядом индия была рядом и влияние греческих мыслителей тоже было немалым третье место на которое ссылаются сторонники реинкарнации это знаменитые слова нашего господа иисуса христа который он сказал никодиму это записано в 3 главе евангелия ты она истина истина говорю тебе если кто не родится свыше не может увидеть царствие божье вот это греческое слово анодхин которая в нашем синодальном переводе звучит как свыше так вот это же слово можно перевести и как вновь то есть это место писания можно как бы перевести как должно вам родиться снова вот сторонники реинкарнации говорят вот же должно вам еще раз родиться то есть переродиться что ваша душа воплотиться в новое тело хотя конечно же иисус не учит в этом ключе как утверждают сторонники реинкарнации ну и четвертое место на которое ссылаются сторонники реинкарнации это слова из послания апостола якова и вот яков говоря о нашей речи пишет следующее язык огонь прекраса неправды язык в таком положении находится между членами нашими что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни будучи сам воспаляем от гиены вот буквально эту фразу круг жизни можно перевести как колесо рождения ну то есть тоже так или иначе понятие связанное с реинкарнацией что все рождается снова и снова как вот крутится колесо сансары как бы некоторые и тут видят намек на реинкарнацию хотя яков опять он же не учит о реинкарнации он просто использует популярное выражение того времени точно также апостол павел нередко цитировал в своих посланиях греческих философов то есть то что было известно и распространено в его время ну сторонники реинкарнации тут находят какие-то аргументы почему яков не раскрывает колесо перерождение они говорят а зачем это раскрывать ведь в то время об этом все знали как бы всем это было известно опять так видим что одни думает так другие думают иначе теперь давайте посмотрим какие места описания приводят противники реинкарнации таких мест тоже практически нет поскольку мы не видим в писании прямого опровержения этого учения как конечно же и нет никакого изложения этого учения основное место писания на которое ссылаются противники реинкарнации это 9 глава послание к евреям где сказано следующее и как человеком положено однажды умереть а потом суд так и христос однажды принес себя в жертву чтобы подъять грехи многих во второй раз явится не для очищения греха а для ожидающих его во спасении и вот противники реинкарнации акцентируют слова однажды однажды положено умереть не дважды не трижды однажды но сторонники реинкарнации и это толкует свою пользу говоря что да человек умирает а потом как бы суд куда дальше пойдет его душа то есть это не великий суд по христианскому учению а просто суд решающий в какое новое тело и в какие новые обстоятельства будет помещена душа умершего ведь принцип действующий в реинкарнации это принцип кармы согласно карме праведные или греховные действия человека определяют его дальнейшую судьбу будет он испытывать страдания или наслаждение в своем следующем перерождении так вот сторонники реинкарнации говорят что этот принцип описан в послании павла знаменитые слова 6 главы послания галатам что посеет человек то и пожнет надеть вообще это считается сильной стороной веры в реинкарнацию потому что она довольно логично объясняет почему некоторые дети рождаются больными а другие здоровыми почему одни рождаются в благополучных семьях а другие в ужасающих условиях почему одни рождаются гениями другие нет типа это не случайно все а следствие наших предыдущих жизней вообще вопрос почему бог справедливый и добрый и при этом столько на земле несправедливости и зла это один из непростых вопросов христианстве поэтому в христианстве есть даже целая раздел в богослове который называется те одицея от латинского бога оправдание те одицея это такое стремление богослов объяснить как же справедливый и благой господь и при этом на земле столько непонятной несправедливости и столько необъяснимого нелогичного зла как бы в чем виноват ребенок который родился калекой но это отдельная тема на которой мы не будем останавливаться второе место писания на которые ссылаются противники реинкарнации это знаменитая притча о богаче и в лазере я не буду цитировать эту известную притчу лишь скажу что в ней говорится как после смерти богач и лазер не перерождаются в новые существа оказываются в местах между которыми нет никакого перехода так вот на это сторонники рек реинкарнации говорят что это всего лишь причин в которой иисус не доктрину излагает а лишь показывает важность заботы о ближних иисус показывает что эгоизм имеет плохие последствия ну вот опять видим разный подход к одним и тем же место местам писания и вот третий аргумент противников реинкарнации то что в библии нет никакого учения о реинкарнации немалого учения небольшого не широко изложенного не скромно упомянутого зато в библии есть учение о воскресении ну да это так и это важно что библия как-то этот вопрос не раскрывает мы говорили уже о том что представление о реинкарнации было хорошо известно в иудее во времена иисуса христа например знаменитый еврейский историк иосиф лави который сам был фарисеем в своем знаменитом труде иудейская война писал о разнице взглядов на посмертное состояние души у фарисеев и садукеев вот что пишет иосиф флавий души по их фарисеев мнению все бессмертны но только души добрых переселяются после их смерти в другие тела а души злых обречены на вечные муки садукеи же отрицают бессмертие души и всякое загробное воздаяние идея о переселении душ называемая гилгу есть и сейчас в некоторых направлениях иудаизма например она популярна среди евреев ашкеназия христианские авторы первых веков немало писали критических вещей о реинкарнации опровергали реинкарнацию это говорит о том что верующие часть по крайней мере верующих увлекались этими идеями это думаю были не только гностики знаменитый христианский мыслитель оригин своих правда ранних трудах высказывал идею о предсуществовании душ это как бы не совсем учение о реинкарнации но такая своеобразная версия реинкарнации согласно доктрине о предсуществовании душ души не воплощаются в животных или в растении они как бы продвигаются по пути к совершенству принимая все более и более просветленные тела в человеческих формах жизни доктрина оригин на о предсуществовании душ была отвергнута церковью на втором константинопольском соборе который проходил в пятьсот пятьдесят третьем году но тем не менее мы видим что все-таки большинство первых христиан было довольно безразлично к этой теме почему да потому что они верили что иисус вот-вот вернется уже скоро при дверях какое тут может быть еще перерождение мы ожидаем возвращение миссии дальнейшем же не только гностики но и разные течения так или иначе связанные с церковью увлекались представлением о реинкарнации например катары принимали это учение конкретно учение о реинкарнации было осуждено православной церковью на константинопольском соборе в 1076 году таким образом вы увидели такую краткую краткий такой обзор взаимоотношений христианства и реинкарнации что касается меня я лично не совсем понимаю зачем нужно уделять так много времени так много сил для того чтобы либо опровергать реинкарнацию либо наоборот защищать ее нет в писании доктрина о реинкарнации поэтому конечно же мы об этом так учить и не можем с другой стороны там нет такого конкретного опровержения поэтому я тоже не вижу смысла яростно с этим бороться думаю что мы часто категоричны в том в чем нет особого смысла быть категоричным у нас слишком черно-белая картина либо так либо и так никак иначе но не думаю что нужно быть строже чем господь закончу же я знаменитыми словами апостола павла который в послании к филиппийцам пишет и так кто из нас совершен так должен мыслить если же вы о чем иначе мыслите то и это бог вам откроет впрочем до чего мы достигли так и должны мыслить и потому правилу жить поэтому моя позиция схожа с позиции апостола павла нет смысла так яростно бороться с тем с чем яростно лично священное писание не борется я думаю наступит момент когда мы дорастем до некого единства но а пока если какие-то вещи не связаны с конкретными грехами или беззакониями ну пускай люди мыслят в том до чего они достигли пусть бог их благословит в этом и пусть бог благословит каждого из нас аминь а и а и 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